МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире время новостей на МТВ. В студии Анна Рябова расскажем о главных событиях к этому часу. Тысячи волгоградцев уже переехали из аварийных домов в рамках программы обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда национального проекта «Жилье и городская среда». Взамен ветхой жилплощади муниципалитет предоставляет горожанам квартиры в новостройках с чистовой отделкой. Накануне жильцы аварийк Красноармейского района впервые увидели свои новые квадратные метры в жилкомплексе «Колизей». Когда они получат заветные ключи от квартир, расскажет Екатерина Гудряшова. Это очень шикарная кухня. Она большая? Больше. Развернемся по полной программе. Несколько лет волгоградка Наталья Бердникова теснилась с тремя детьми в частном доме. В 2014-м приобрела квартиру в двухэтажке по улице Саушинской в Красноармейском районе, а через несколько дней узнала. Постройка признана аварийной. Настоящую радость от новоселья испытывает только сейчас, уже с получением нового жилья. Приехали ничего, а сейчас дом стало видно, что по стенам пошли трещины. Все новое, все хорошо жить, все прекрасно. Знаю, что на голову крыша не свалится. И не провалимся. А студентка аграрного вуза Екатерина Киликова квартиру в аварийном доме по улице Элизабасовской в том же районе получила по наследству от отца. Некоторое время жила там с молодым человеком, но обустроить уют в холодной коммуналке с обрушившимся фасадом и прогнившими перекрытиями не удавалось. Мы до сих пор шутим. Да, не верится. Не верится совсем. Хорошая квартира. Да, очень хорошая квартира. Мы не ожидали, что так быстро вообще осуществится, что будет именно вот в этом месте. Мы ждали, что будут голые кирпичи, кстати, да. Да. А здесь главный момент. Мы точно не ожидали, да, то, что будет ванна, там, раковина, обои. Тут даже потолок. На черепах будет. Посмотреть на новую жилплощадь вместе с ребятами приехала и мама Екатерины. Квартира не только равнозначна по квадратуре в аварийном доме, но и с чистовой отделкой и индивидуальным отоплением. Есть даже сантехника, кухонная плита и газовый котел. В общем, заходи и живи. Предварительно помещение прошло обязательный контроль качества. Это приятный сюрприз, несказанно. Мы даже такого не ожидали, если честно. Оцениваем прекрасно. Новый микрорайон, все новое, все близко. У нее учеба с хи, тут рядом, где-то работа. Все очень рядом, все удобно. Адресная программа по расселению жильцов из аварийного жилищного фонда стартовала в регионе в 2019 году. За это время новоселье уже отметили почти 3,5 тысячи человек. Закуплено порядка 1600 квартир, из которых более тысячи уже приняты в муниципальную собственность и предоставлялись и предоставляются гражданам. В рамках программы на текущий год установлены показатели по расселению 15,4 тысячи квадратных метров аварийного жилья. В переселено будет 1142 человека. В качестве альтернативы собственникам ветхого жилья предлагают вариант получения денежной компенсации. Ее размер устанавливают индивидуально после оценки экспертами рыночной стоимости аналогичного жилья в технически исправном доме. Так, владельцы 300 жилых помещений получили от муниципалитета более 400 миллионов рублей. В планах муниципалитета до 2025 года расселить еще более 10 тысяч человек из 253 домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Екатерина Кудряшова и Глеб Волков. Время новостей. С начала года почти 4 тысячи многоквартирных и частных домов обследовали на безопасность газового оборудования. Сотрудники ресурсоснабжающей организации и госжилнадзора проверяют, как работают кухонные плиты, котлы и прочие агрегаты, которые действуют на головом топливе. Проверки эти регулярны, и наша съемочная группа вместе со специалистами отправилась в профилактический рейд, чтобы напомнить Волгоградцам о правилах использования газа в быту. А у нас в квартире газ. А у вас? Так звучит строчка из известного детского стихотворения Сергея Михалкова. Действительно, когда-то голубое топливо в многоквартирных домах было роскошью. Теперь это привычное явление. К сожалению, кое-кто стал относиться к использованию газа с опасным пренебрежением. Некоторые жители домов Сталинок по улице Мира не заключили со специализированной организацией договор на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования. Знаете то, что у вас не заключен договор? Знаю. Потребное газовое оборудование. Мы хотим вас проконсультировать, что вы заключили договор, потому что может это повлечь аварийной ситуацией. Только с начала года в регионе возбудили 30 административных производств. Из них 15 в отношении граждан за отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техобслуживанию газового оборудования. УК и ТСЖ получили 737 предостережений о недопустимости нарушения требований по безопасному использованию и эксплуатации газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов. Чтобы напомнить жильцам об ответственности, волгоградские многоэтажки патрулируют члены межведомственных рабочих групп в составе представителей органов местного самоуправления, госжилнадзора, территориальных подразделений регионального главного управления МЧС России и специализированных организаций. Проведено 1801 рейдовое мероприятие, обследовано 3957 многоквартирных домов и домовладений, в том числе из группы РИСКа. Выявлено 1503 нарушения, из них 31 несанкционированное подключение, 329 утечек газа, 1134 неисправности газового оборудования и 9 случаев отсутствия договора о техническом обслуживании. Во время проверок газовых плит, колонок, котлов специалисты исследуют герметичность соединений и отключающих устройств. Выявляют утечки газа, проверяют наличие воздухообменов, дымовых и вентиляционных каналах. Техническое обслуживание выполняется не реже одного раза в год. Сотрудники АО «Волгоград Горгаз» одеты в фирменную одежду с логотипом компании. И во время визита специалист обязан представиться и показать свое удостоверение. Соблюдение правил безопасного использования газа в быту, своевременное проведение техобслуживания газового оборудования помогают предотвратить несчастные случаи, изберечь жизни, здоровье. Напомним, за нарушение правил предусмотрены штрафы до 2000 рублей для граждан, для должностных лиц до 20 тысяч рублей, а для юридических до 100 тысяч рублей. Ольга Цымбарович, Рубентальский, Время новостей. С начала года больше тысячи жителей Волгоградской области получили помощь специалистов пунктов по семейной консультации. В регионе таких 42. Они созданы при центрах социального обслуживания населения. Получателям доступны школы по уходу за ребенком и школы молодой семьи. Бесплатный прокат детского оборудования. Поддерживают в центрах и несовершеннолетних мам. И вот в одном из таких в Тракторозаводском районе побывала Дарья Коломыченко. Маленькая Агата от мамы никуда. Яркие игровые комплексы изучают вместе что-то, пробуют чего-то, боятся. Малышке чуть больше года, а сейчас она активно познает мир. И в этой игровой комнате для нее, конечно, раздолье. Развивающие занятия для ребенка проводят специалисты. Развитие мелкой моторики, сенсорного восприятия, развитие речи. То есть ребенок в ходе занятия ознакомится с цветом, формой, величиной, ознакомится с окружающим миром. Маме тоже важно научиться взаимодействовать со своим ребенком в ходе наших занятий, чтобы потом перенести этот опыт в домашнее обучение. Ирина стала мамой в 16. О таком, признается, не мечтала. Но поддержали и родные, и специалисты центра. Нам тут предоставили помощь как психолог, так и материальную, в плане ходунков, коляски. Брали в прокат оборудование. Для нас это все было бесплатно. Нам это было нужно, мне, как маме. Если мне что-то надо, мне говорили, то, что спокойно могу поговорить с психологом, если у меня что-то там случится. Этот центр в Тракторозаводском районе – опорная площадка в направлении развития социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей в регионе. Здесь реализуют проект «Я молодая счастливая мама». В его рамках участниц сопровождают на протяжении всей беременности и до достижения ребенком одного года. Девушкам предоставляют социальную и юридическую помощь. С ними работают психологи. Самый важный момент – это стабилизация эмоционального состояния девочек, будущих мам или уже состоявшихся мам. Потому что, как правило, у девчонок нет поддержки. Живое общение, консультирование, анкетирование, арт-терапевтические техники, обязательно у нас на этапе начального участия девочек в проекте – это психологическая диагностика. Оказывают мамочкам и материальную поддержку. На выписку предоставляют набор одежды для малыша, предлагают в прокат оборудование. На год или меньший срок можно взять ванночку, кроватку, пеленальный стол, стул для кормления, ходунки или мобили. В рамках проекта в центре работает и школа молодой мамы. Сначала девушкам помогают адаптироваться к беременности и подготовиться к родам, затем обучают навыкам первичного ухода за малышом. Это все девочки, которым требуется незамедлительная помощь для того, чтобы они могли в дальнейшем создать крепкую семью. Мы рассказываем несовершеннолетним мамам о важности первичного контакта с новорожденным, о том, как правильно держать ребенка, о том, как важен именно контакт с матерью для развития ребенка, сенсорного, для развития мелкой моторики и для последующего речевого развития. В этом году на форуме «Сильные идей для нового времени» агентства стратегических инициатив проект «Волгоградцев «Я молодая счастливая мама» вошел в сотню лучших. В будущем организаторы планируют расширить категорию участниц. Присоединиться к инициативе смогут мамы до 21 года. Возраст детей увеличат до 3 лет. Бесплатные услуги в семейно-консультативных центрах Волгоградской области предоставляют также молодым парам, ставшим родителями в первый год супружеской жизни, женщинам, находящимся на соцобслуживании или в трудной жизненной ситуации, студенческим и многодетным семьям. Поддержка материнства и детства остается приоритетом региональной политики. На сегодняшний день только система социальных пособий и выплат для семей с детьми включает порядка 20 мер федеральной и областной поддержки. Дарья Коломыченко, Андрей Кирсанов. Время новостей. Летом многие россияне отправляются в путешествии, часто на машине и на дальние расстояния. Чтобы предотвратить аварийные ситуации на федеральной трассе Сызрань-Саратов-Волгоград, сотрудники регионального комитета по развитию туризма и регионального управления МВД провели совместную акцию «Безопасная дорога путешествия». Все подробности у Регины Фединой. Цель акции – профилактика дорожно-транспортных происшествий во время летнего сезона, когда многие россияне с семьями отправляются на отдых и проводят много времени за рулем. В рамках акции «Безопасная дорога путешествий» сотрудники ГИБДД напоминают автомобилистам о соблюдении правил дорожного движения и необходимости отдыха за рулем, что позволяет снизить риск возникновения аварийных ситуаций на трассе. «По статистике можно сказать, что именно в этот период у нас растет количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с дальними путешествиями – это трассовые ДТП. Соответственно, именно в этом направлении мы и стараемся профилактировать. Потому что мы видим на данный момент снижение числа погибших, снижение числа пострадавших. Но одновременно с этим есть и проблематика, связанная с числом именно самих ДТП, произошедших на трассах». Главный враг на трассе – утомление, из-за которого водитель становится сонливым, рассеянным и, как следствие, может нарушить элементарные правила безопасности на дороге, что может привести к печальным последствиям. Водители не только предупреждают на словах. Каждому автомобилисту инспекторы дарят памятки, в которых содержатся все полезные советы – как снять усталость в теле, не отвлекаться за рулем и как часто делать перерывы на отдых. «Не допускайте усталости, соблюдайте правила дорожного движения, останавливайтесь только на охраняемых стоянках и по возможности старайтесь почаще отдыхать, чтобы всегда сохранять бодрое расположение духа. Вот вам памятка. Воду. Будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения». Водители, на которых указывал жезл, останавливались с недоумением. Ведь нарушений не было, но уезжали с улыбками. Признаются, что такое внимание к их безопасности, а по сути забота – приятным. «Правильные ощущения и действия. Наоборот, как говорят, показывают, что делать, как делать. Люди будут задумываться». Вместе с правоохранительными органами сотрудники Туристского информационного центра Волгоградской области раздавали карты с достопримечательностями Волгоградского региона. Путешественникам из отдаленных уголков страны предлагали сделать остановку в городе-герое, чтобы отдохнуть, а заодно ознакомиться с историей и культурой Волгограда, отведать местную кухню и полюбоваться красотами Волги и природных парков. «Основная задача – познакомить с основными объектами туристической дестинации, рассказать о привлекательных объектах, достопримечательностях, водных объектах, средствах коллективного размещения нашей локальной сегментированной кухни и многом другом». Сейчас активно развиваются новые туристические маршруты и объекты посещения. Но отдых должен быть не только интересным, но и безопасным. Поэтому, отправляясь в путешествие на автомобиле, нужно помнить – тише едешь, дальше будешь. Регина Федина, Роман Седлецкий. Время новостей. Они дарят радость людям со всех уголков мира с помощью почтовых открыток. В главпочтамте открылась выставка, посвященная посткроссингу. Движение зародилось в 2005 году и не теряет своей актуальности, даже набирает обороты. Суть проекта в том, что люди из разных стран обмениваются открытками, даря частичку своей души и своей культуры получателю. Подробности у Максима Черпака. Посткроссеры превращают свой почтовый ящик в настоящую коробку с сюрпризами. Ведь, заглядывая в него, они даже не предполагают, что могут обнаружить там открытку. В Волгограде существует целое сообщество любителей обмена открытками. Елена Ерофеева – одна из организаторов клуба «Почтовый ветер». Загорелась этим делом еще в 2019-м. Шутит, что сейчас уже и не помнит, сколько ей всего прислали открыток. На самом деле это очень интересно, потому что ты каждый раз не знаешь, из какой страны тебе может прийти послание, ты не знаешь, как оно будет выглядеть, о чем расскажет тебе тот или иной человек. И эмоции на самом деле очень неподдельны, когда ты достаешь эту открытку из почтового ящика. Для Юлии Александрюк посткроссинг – отдельное искусство и даже философия. Открытки могут быть и куплены, и сделаны самостоятельно. Каждый посткроссер пытается отразить в них свою индивидуальность и подарить хорошее настроение получателю. У самой Юлии, к примеру, есть целая коллекция почтовых карточек из Турции с рецептами халвы. Это тепло. Все равно вот приходишь после работы, вытаскиваешь из почтового ящика несколько открыток и сидишь с удовольствием, перечитываешь. У этого есть жизнь. Но электроника, она обездушивает. А здесь душа, тепло и все равно приятно. Юля, столько открыток интересных. А какая Ваша самая любимая из этих? Пожалуй, вот этот кит, который мы делали ко дню океана, это открытка нашего клуба. Она полностью изготовлена нами, распечатана в типографии. И на встрече, после посещения океанарема Волгоградского, мы весело отдохнули, подписали и разослали своим друзьям. В движении посткроссинга тысячи людей по всей планете. С 2005 года было отправлено больше 65 миллионов открыток. И теперь станет на одно письмо счастья больше. Я так заразился идеей посткроссинга, что тоже решил приобщиться к этому движению. Сейчас будем передавать привет Воронежскому клубу посткроссеров. Теперь остается надеяться, чтобы открытка дошла побыстрее. Почтовая открытка, как утверждают посткроссеры, передает свою энергетику. Подбадривает в тяжелые дни или поднимает настроение в праздник. Хочется верить, что каждая карточка найдет своего получателя. Максим Черпак, Андрей Кирсанов. Время новостей. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях и делитесь своим мнением в комментариях. А с подробной лентой новостей можно ознакомиться на нашем информационном портале mtv.online. Полная коллекция видео на rutube.ru. Подписывайтесь на наш канал и не пропустите главное. На этом пока все. Хорошего дня и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok